Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня предстоит коррекция гелевых ногтей. Покажу и расскажу, как я делаю эту процедуру, после которой ноготки носятся исключительно хорошо и без отслоек. Конечно же, моя клиентка не ходит по 2,5 месяца, но 4 недели она стабильно ходит и все у нее отлично. Эти ногти были уже на моем канале, вот пришло время их менять. Снимаю старый материал. Обороты 15-17 тысяч. Движения плавные, скользящие. Работайте аккуратно, старайтесь максимально ровно и оставить поверхность. Убираю свободный край и зачастую остается толстый слой геля на срезе. Убираю толщину. Пилочкой выравниваю свободный край. Прохожу пилкой по поверхности, сглаживаю поверхность от неровности, оставленной фрезой. И также пилкой прохожу по отросшей части натурального ногтя. Именно пилка хорошо приподнимает чешуйки ногтя, с которыми лучше потом сцепляется искусственный материал. Но, конечно же, без фанатизма. Слегка прошла, убрала глянец и достаточно. Перепиливать ногти ни в коем случае не нужно. Отодвигаю аккуратно кутикулу. Второй важный этап – это вычищение птеригии. Я думаю, все это знают. Нужно очень хорошо поработать фрезой, чтобы все вычистить. Своим большим пальцем оттягиваю кожу клиента вверх, чтобы лучше видеть фронт работы. Работаю, едва касаясь ногтей. В основном все движения по коже. Переключила реверс и прочищаю с другой стороны. Срезаю кутикулу. Хорошо убираю пыль, особенно в боковых валиках. Дальше праймер. Когда решила учиться наращивать гелем, естественно, я училась на себе. И в целях экономии решила, что праймер мне не нужен. Достаточно хорошо обезжирить. И действительно, на мне покрытие носилось хорошо. Но когда я начала делать гелевое покрытие клиентам, то увидела, что кто-то носит хорошо, а у кого-то отслойки. И даже иногда пластом сходило искусственное покрытие. Хотя действия делала все те же самые. И проблема решилась с помощью праймера. Теперь я всегда его использую. Причем, напоминаю, бескислотный праймер используем на нормальных ногтях. Кислотный праймер на проблемных, например, влажных. Дальше базовый слой. Я базовый гель наношу даже под однофазный гель. От этого базового геля я в восторге. Со своей функцией справляется идеально. Он проникает в приподнятые чешуйки. Тем самым, хорошо сцепляет натуральный ноготь с последующим искусственным материалом. Наношу тонким слоем, втирающими движениями. Именно втирающими, чтобы базовый гель плотно сцепился с ногтевой пластиной. Теперь перехожу к моделированию геля. Выбрала для этого пинклер. Гель средней густоты, в баночке прозрачно-розовый, но на ногте будет прозрачный. К моменту нанесения моделирующего слоя все должно быть идеально подготовлено. Сейчас стоит задача правильно выстроить архитектуру ногтя. Наивысшая часть в зоне апекса и постепенно материал свожу к минимуму на свободном крае. Какими бы ровными не получились ногти, я всегда снимаю липкий слой и немного опиливаю поверхность. Слегка прохожу по поверхности, главным образом уделяю внимание свободному краю. Свожу материал к минимуму, чтобы ногти смотрелись аккуратными и тоненькими. Дизайн уже готов. Перекрываю все ногти топом Gloss от Cosmoprofil. Топ очень нравится. Вы часто видите работы им до и после. И нареканий нет. Топ среднежидкий, без резкого запаха. После полимеризации очень красивый глянец дает. Клиентка захотела лепку. Я возобнила себя великим скульптором и сказала легко. Но вышло не совсем то, что я задумала. В общем, ожидания не совпали с реальностью. Стыдно, но честно признаюсь, у меня бывают не совсем хорошие работы. У меня даже есть папка с видео, как я назвала плохие работы. Я думаю, в любой работе у любого человека такое бывает. Но видео сегодня не о дизайне, поэтому проходим дальше. Вот ручки спустя ровно 4 недели. Все отлично. Снимаю старый материал. Аккуратно фрезуя, выглаживаю поверхность. Работаю пилкой. Выравниваю свободный край. Прохожу по поверхности, уберу оглянице тресшей части. И вот она, красота. Посмотрите, как преображаются ноготки. Очередь маникюра. Кутикулу можно отодвигать не только пушером, но и апельсиновой палочкой удобно. Аккуратно отодвигаю. Открывается подкутикульное пространство. Получается такой вот кармашек. Фрезой вычищаю птерики. Носик фрезы направляю в этот кармашек. Обороты 30 тысяч и легкими скользящими движениями вычищаю. На ногтевую пластину никакого давления не делаю. Своим большим пальцем все время оттягиваю кутикулу вверх, чтобы увидеть, где еще осталась сухая кожица. Переключила реверс и прочищаю с другой стороны. Срезаю кутикулу. Ну как эту красоту можно не любить? Безкислотный праймер от Космопрофи. Базовый гель наношу тонким втирающим слоем. Моделировать буду на этот раз прозрачным структурирующим гелем Клэр. Сейчас на сайте Космопрофи распродажа гелей, скидки до 50%. Не упустите шанс купить материалы по привлекательной цене. Если набить руку, работа с этими гелями мега легкая. Гели Космопрофи отлично самовыравниваются, не затекают. Я балдею на этом этапе. Эта клиентка пришла ко мне от другого мастера, пока та по своим причинам перестала принимать. Назад клиентка категорически не хочет. Говорит, вот все то же самое она делала, но ногти смотрелись массивными. Она ко мне не первый раз приходит, но сегодня был выбор вернуться или прийти ко мне. И я, конечно, очень горда тем, что выбор пал на меня. И вот чисто ради интереса я начала спрашивать. А это она делала? А так делала? И все этапы совпадали до тех пор, пока после моделирования я не сняла липкий слой и не начала пил. Тут клиентка сказала, что так ее мастер не делала. А пил легкий, просто прохожу по поверхности. Особое внимание уделяю свободному краю. Если получились небольшие наплывы на торце, обязательно убираю их. Свожу материал на свободном крае к минимуму. Убираю пыль. Вот наши ноготки. Аккуратные, красивые, смотрятся естественно и натурально. И при этом сохранилась архитектура. Разница особо не видна, но она есть. На неопиленном ногте торец немного округленный. На опиленном ровный, заостренный. Не знаю, как описать. На опиленном ногте поверхность сходит на нет на самом торце. Она не опилена. Торец закругленный. И после нанесения цвета будет смотреться массивно. Это, конечно, не обязательно. И каждый делает по-своему. Но я, как блогер, делюсь с вами своими секретами. Тем более, что даже клиент заметила разницу. А делать так или нет, это ваше личное дело. Перекрываю ногти глосс-топом от Космопрофи. Напоминаю, он без липкого слоя. Подходит как финишное покрытие для гелевых систем, так и для гель-лака. Отлично уложится на него втирка. Обязательно бафом нужно пройти по торцу, чтобы при запечатывании не было частиц пыльцы. Втирку всегда перекрываю двумя слоями топа. И топ-глосс отлично сохраняет дизайн. Глянец топ оставляет очень красивый. Ссылка на интернет-магазин Космопрофи будет в описании под видео. Не забывайте про распродажу. А еще Космопрофи выпустили свою коллекцию гель-лаков. Палитра более 500 оттенков. Рай для мастера. Также сайт Космопрофи ищет представителей по городам России и странам СНГ. Кто заинтересовался, обращайтесь на их официальный сайт в раздел сотрудничества. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте ему лайк. А мне цветочек в комментарии. Я очень старалась для вас. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы смотреть новые видео первыми. А у меня на сегодня все. Всего доброго. Хорошего дня.